Власти Мурманска и так никогда не ослаблявших ладку контроля за управляющими компаниями, после смерти женщины от глыбы льда, упавшей с крыши одного из домов на рыбном проезде, созвали экстренное совещание, на которое пригласили представителей всех организаций, обслуживающих многоэтажки. Разговор получился долгим и серьезным. На этой неделе при участии столичных экспертов в Мурманске обсудили и вопрос возврата уличной или мобильной торговли. Первый мэр Заполярной столицы Владимир Горячкин помнит, как много на улицах муниципалитета когда-то было ларьков. Почетный житель издал новую книгу, посвященную жизни областного центра. А ведь город продолжает меняться. В процессе благоустройства участвуют даже школьники. Например, ученики 8-й гимназии представили скворечники и кумбы, которые скоро должны украсить улицы. Участники проекта «Полит Стартап» пытаются повлиять на ситуацию в оригинальном центре по-другому, став самыми молодыми в истории Мурманска парламентариями. Немало внимания власти уделяют развитию спорта. Один из молодежных клубов как раз будет направлен на привлечение к активному отдыху. Реконструкция поиска на улице Миронова в активной стадии, но кое-что о заведении уже известно. Привлекает к физкультуре и самых маленьких воспитанников детских садов. Так в Заполярной столице завершился фестиваль «Белый медвежонок». Подробнее об этом в новом выпуске программы «Городские хроники». В предшественном рыбном проезде стало поводом для администрации города в очередной раз экстренно собрать руководителей всех управляющих компаний. На совещание, в котором приняли участие представители окружных прокуратур и следственного комитета, а также специалисты вновь созданного оперативного штаба регионального Минджи КХ по наведению порядка на улицах и во дворах. Штаб начали создавать за сутки до трагедии. То есть никто же еще, естественно, не знал, что такое произойдет. Но просто видя прогнозы погоды и то, что у нас складывалось на вот эту и следующую неделю, ежедневный плюс днем и ежедневный минус ночью, предполагая, что будет именно такая ситуация, и в понедельник как раз было принято решение о создании такого штаба. Он начал создаваться уже в понедельник. В чем будет отличие? В том, что это будет системная работа со всеми муниципалитетами в рамках региона. Вопрос халатного и несвоевременного предоставления услуг управляющими организациями в городе стоит очень остро, и в течение текущего месяца уже не раз становился главной темой. Ведь речь идет не просто о чистоте и комфорте, а в первую очередь о безопасности жителей. Наша совместная работа с правоохранительными органами, я им очень благодарен, что они принимают участие во всех этих делах. По-другому мы объяснить управляющим компаниям не сможем. А уговаривать, проводить благотворительные вечера, объяснять, что ребята, они все должны чтить не только жилищный кодекс, но еще и уголовный, я считаю, что это смысла не имеет. Но кажется, даже после гибели человека руководители обслуживающих компаний не понимают всю ответственность. Завтра идем проверять вас, все 19 крови. Парапеты. Не парапеты не надо ли не лечить, а сам доктор. Кровли полностью, когда почищены, когда к вам прикидки. Дату называйте, когда почистите кровли. Не надо мухать. Да, сейчас затрудняется. За сколько? Затрудняется. Затрудняется один. То есть мы сейчас констатируем то, что кровли у вас не почищены ни одна. Я правильно понял? Мы это записываем в протоколе. Да. Как это положено? Как положено? А самосудные кровли из металла черепицы как положено? Коллеги, вот давайте, мы вас и спрашиваем, которые положено почистить. Они почищены? Которые положено почистить, которые возможно почистили, но почистили. Невозможно. Невозможно. Давайте так. А те, которые необходимы и положено по правилам эксплуатации почистить. Значит, ждите гостей. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманского области Вадимир Гнаевский поручил сформировать график уборки кровель и уже в эти дни начнутся тщательные проверки работы управляющих компаний во всех округах города. Варьки, тонары и автолавки. Варьки, эти, казалось бы, пережитки прошлого, могут успешно конкурировать с крупными торговыми сетями, уверены представители власти. Владельцы таких торговых точек создают рабочие места, приносят бюджеты разных уровней и свою долю налогов и в целом делают жизнь в муниципалитетах комфортнее. Из 90-х мы помним, как портили ведь дворов и районов обшарпанные жестяные квадратные коробки. Более того, в большинстве не соблюдались элементарные санитарные нормы. В итоге в Мурманске от такой дикой торговли несколько лет назад решили отказаться. В отсутствии туалета, в отсутствии умывальника молодая девушка-продавец принимает наличные деньги. Как решить эту проблему? Второе, мы очень хорошо знаем опыт, когда вот такие нестационарные объекты подключаются без разрешения к квартирным домам, используют ресурсы, электричество в частности. Второе, это, конечно, точнее третье, это, конечно, архитектурный облик нашего города. Чтобы урегулировать деятельность нестационарных объектов торговли, правительство вышло с законопроектом. Однако дорабатывать его будут все вместе, при участии руководителей администрации и предпринимателей. Круглые столы по этому вопросу состоятся на территории всей страны. Необходимо найти разумный баланс интересов, чтобы и нестационарная торговля была в современных видах, а сегодня есть хорошие современные виды. И в то же время, чтобы и люди не ощущали дискомфорт, а получали только плюс от пользования вот этой нестационарной торговли. И чтобы, конечно, было разумное муниципальное и государственное регулирование данного процесса. Если тонары и ларьки в России дело, в общем-то, привычное, то вот что такое автолавки, знают далеко не все. В селах, таким образом, иногда продают товары из райцентра. В городах же это явление распространено не сильно. Какими законами регулировать их работу, непонятно. С одной стороны, автолавка это транспортное средство, с другой все же торговый павильон. А если непонятно, как работать, то и открывать такой бизнес, по мнению предпринимателей, рискованно. После принятия закона, считают эксперты, все изменится. Мы ожидаем прирост как минимум в 50 тысяч торговых машин в ближайшие три года, если этот проект будет принят. Проблема ровно в том, что не урегулирован процесс размещения автолавок. Соответственно, они либо размещаются на птичьих правах, либо в каких-то очень квази-моделях, искаженных. Когда процесс размещения, по сути, приравнивается к размещению киоска, а машины не киоски, и надо двигаться. По задумке правительства, законопроект должен пройти обсуждение в регионах страны. Далее все поступившие предложения соберут, проанализируют и вынесут на обсуждение профильного комитета. И только затем закон уже с существующими доработками рассмотрят в Государственной Думе. Принятие закона может повлиять на облик города, ведь мобильные торговые точки могут вырасти как грибы. Впрочем, все зависит от законотворцев, на которых, к слову, можно даже выучиться. Политстартап – не разовая акция, а постоянно действующий кадровый проект, направленный на выявление молодых людей с активной гражданской позицией, готовых попробовать свои силы в политике. В столице Заполярья таких 66 человек. Сейчас участники только знакомятся со своими наставниками, опытными политиками. Наша задача сейчас – перезнакомиться. И вот на таких встречах мы, собственно говоря, читаем две задачи, решаем. Ребята знакомятся друг с другом, общаются и общаются с наставниками. Соответственно, и наставники с ребятами отвечают на их вопросы. В числе наставников – главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», аудитория которой составляет несколько десятков тысяч человек. Депутат городского совета Виктор Хабаров. Политик рассказал ребятам о том, какое влияние могут оказывать СМИ и что значит быть муниципальным депутатом. Отдавать большую часть своего времени, ну, чему-то тому, чему-то раньше, и не думал, что будешь посвящать так много времени. Вот поэтому депутатство, это, тем более вот муниципальный депутат, это такая, это не теплое кресло, это тяжелая работа. Возраст участников проекта от 18 до 35 лет. Кто-то ставит перед собой цель пообщаться и познакомиться, понять, по какому принципу трудятся органы власти, а кто-то уже разрабатывает план работы. Получить опыт от наставников нашей политической деятельности в Мурманской области, вот, и также реализовать, возможно, свои цели, какие-то задачи в политике. Несмотря на загруженность, политики согласились поделиться знаниями среди наставников и депутат Государственной Думы Алексей Веллер, глава администрации города Андрей Сысоев и депутат областной думы Герман Иванов. Будущим парламентариям будет полезно почитать новую книгу почетного гражданина Мурманска Владимира Ильича Горячкина под названием «Что было, то было». Это пятое издание экс-главы столицы Заполярья, над которым он трудился около двух лет. Вы не думайте, пожалуйста, что я писатель. Вот, но я думаю, что она очень интересна тем, по крайней мере, тем, кто читал книги мои, и эту в том числе, они говорят, что эта книга просто написана о них, потому что там вроде удалось в какой-то мере передать дух того временного, стремление к справедливости. Ну, то есть, это эпоха социализма в Мурманске. Ведь Мурманск – это первый социалистический город. Это, чтобы вы все знали, последний царский город и первый социалистический. Тираж издания небольшой, всего 500 экземпляров, но книгу можно будет найти в библиотеках и музеях города. Сборник состоит из 25 глав и повествует не только о жизни на Кольском Севере, но и о его выдающихся жителях, среди которых Владимир Александрович Пожидаев, Борис Наумович Велер, Владимир Николаевич Птицын, Евгений Николаевич Шталь. Эта книга не оконченная, у нее еще очень большая, так скажем, перспектива. Очень много страниц еще в этой книге будет написано, потому что вот та активная жизнь, которую Владимир Ильич прожил на посту, ну, мне слово мэр не очень нравится, на посту руководителя города, и сейчас они соизмеримы. Нет такого события в городе, которое он не пропустил через себя, не оценил, не посмотрел на него со всех сторон. Мы всегда в гуще, мы в гуще событий. Вы пережили вместе со своей страной, вместе со своим городом все тяжелейшие, я считаю, исторические перипетии, когда рухнуло много государства, когда рухнула партия, а существовали, которые мы даже подумать могли, что ее не будем, когда строилось новое государство, тяжелейшие годы, вы были рядом, вы не ворчали, вы не ругались, вы никого не кляли, вы просто жили и продолжали делать свое дело, что продолжает и сейчас. В презентации книги приняли участие друзья и единомышленники автора, которые поддерживают его деятельность на протяжении всего жизненного пути, а также представители городского клуба старшего поколения, которым творческая встреча особенно интересна. Многие из них, как и Владимир Ильич Горячкин, прожили всю жизнь на севере. Повлиять на развитие столицы Заполярье могут и самые юные его жители, а для этого в администрации запустили специальный проект «Город Мурманск начинается с тебя». Мурманские школьники во время каникул не сидят на месте. Некоторые из них посещают оздоровительные лагеря, в которых можно не только весело провести время с друзьями, но и вместе с педагогами придумать то, каким наш город может стать в будущем. Чем занимаетесь с подружками? Мы играем в разные настольные игры, ходим на разные мероприятия и включаем, например, музыку, играем вместе. А вот сегодня чем вы занимаетесь? А сегодня мы делаем цветы для школьной клумбы, чтобы она радовала нас летом, весной, в конце весны. Школьники представили проект «Птичкин дом», посвященный Дню Птиц. Каждый ученик старался создать необычный яркий скворечник или кормушку, в которую ребята будут насыпать корм для пернатых. Сразу видно, что ребята вложили свою душу и сердце, и самое главное, что делали они это с большой любовью. А это значит не только с любовью к городу, это значит с любовью к своей семье, к своему образовательному учреждению. Это самое главное. Проект «Город Мурманск» начинается с тебя, стартовав в образовательных учреждениях города в феврале. В нем могут принять участие те школьники, для которых важно, чтобы жить в городе было комфортно и уютно. И таких неравнодушных ребят немало. В презентации представлены работы 3, 8 и 9 мурманских гимназий. У них вызывает большой интерес и создание клумб, и создание скворечников. И сегодня в течение дня была виртуальная экскурсия по паркам и скверам города Мурманской. Все эти мероприятия вызывают неизменный интерес у детей. Многие из уже существующих достопримечательностей Заполярной столицы были созданы по идеям горожан. Например, кот Семен или памятник ждущий. У детских проектов тоже есть шанс стать частью городского пространства, ведь самые оригинальные задумки участников проекта будут выпущены в жизнь. За последние годы немало сделано для благоустройства Мурманск. Например, в этом году на улице Миронова должен открыться обновленный молодежный клуб «Поиск». Молодежный центр «Поиск» пользовался немалой популярностью. Таких досуговых учреждений в этом микрорайоне немного. Но со временем клуб стал нуждаться в ремонте. В администрации Мурманск как модернизация решили подойти основательно и полностью реконструировать помещение, закрыв центр для посетителей. Очень хорошее место в центре микрорайона, удобный трафик. То есть, вот, и микрорайон такой, знаете, вот, как бы, не самый простой, что называется, да, с точки зрения досуга. А вот здесь можно будет очень хорошо отдохнуть и, конечно, будет это востребовано. Конечно, проблем было много. В таких жутких условиях ребята проводили здесь время. И, конечно, то, что было и что стало, даже незаконченный вариант, уже правильно Андрей Иванович сказал, уже черты вырисовываются. Конечно, это земля и небо. В Мурманске 11 молодежных клубов. Каждый из них по-своему уникален. Где-то оказывают психологическую помощь, где-то учат мастерить и рукодельничать. А в поиске большое внимание уделяет спорту, танцам и пропаганде здорового образа жизни. Мы планировали этот центр, который, собственно говоря, станет самым большим по площади, да, по площади из всех молодежных центров. А их сегодня у нас 11 в городе Мурманске. И, конечно же, такие направления интересные, как фитнес, занятия фитнес, тренажерный зал. Конечно же, модные современные молодежные танцевальные движения тоже будут здесь развиваться, продолжать развиваться, поскольку этот центр был очень востребован той молодежи, которая активно его посещала. По контракту подрядчик должен завершить работы к сентябрю этого года. Однако сейчас строители опережают график, поэтому, возможно, молодежный центр откроют уже летом. Привлекает в физкультуре и самых маленьких воспитанников детских садов. Так, в Заполярной столице завершился фестиваль «Белый медвежонок». Из года в год в Мурманском фестивале культуры и спорта принимает участие все больше и больше детей. В 2019-м это 10,5 тысяч ребят. Все они на протяжении года активно соревновались в эстафетах и разных викторинах. Самым главным, я считаю, что этот фестиваль объединяет всех детей города Мурманск. Это просто замечательно. Объединяет не только детей, объединяет родителей, объединяет педагогические коллективы, что очень и очень важно. Фестиваль культуры и спорта «Белый медвежонок» охватил все детские сады Заполярной столицы. Некоторые педагоги даже представили инновационные методики занятий. Если разложить их по номинациям, даже не по номинациям, а по видам и формам, то это будет не один десяток вот таких образовательных форм. Поэтому у нас результат такой хороший. Вы посмотрите, ребята, да, они осваивают не только чисто как зарядку, они владеют степом, они понимают, что такое степ. Наверное, взрослые не всегда это умеют делать. Они понимают ритмику, они пластичные, они применяют уже элементы художественной гимнастики. Побороться за приз фестиваля можно было в трех номинациях. Инновационный проект, спортивная семья и творческий конкурс в физкультуре «Скажи да, будешь ты здоров всегда». Родителям, педагогам и ребятам предоставили возможность создать тематический плакат для привлечения взрослых и малышей к занятию спортом. В этой стезе себя проявили воспитанники детского сада номер 46. Сегодня хороший праздник, замечательный, у всех хорошее настроение, в глазах радость, положительные эмоции, а это тоже здоровье. Победителям и лауреатам фестивали вручили памятные грамоты, но главным призом стали отличные эмоции и спортивное настроение.